Финансовый инженер А это раздел экономики К которому он применяет инженерные Знания И знает Ту математики, которая могла бы описывать Этот раздел экономики Поэтому финансовые инженеры, как и любые другие инженеры Бывают разные И разница между ними Характеризуется, прежде всего, той сферой деятельности В которой они применяют свои инженерные знания Если у нас экономика До сих пор считается Наукой, где-то лежащей на границе Между естественной она сейчас стала двигаться ближе в сторону границы к естественным наукам, и гуманитарными науками, то на Западе экономика принято считать как науку, вообще говоря, естественно, научную. Потому что если проанализировать западные журналы, выяснят, что они все сплошь испрещены в основном формулами, чего у нас нет. То есть за недавнее время у нас вообще была единственная формула. Деньги, товар, деньги, штрих из известного труда. Поэтому это то общее, что не от всех инженеров. Это люди, которые пользуются прежде всего математическими знаниями и знаниями экономики. То есть той спецификой, для которой эти математические знания потом используются. То есть это люди, которым что-то моделируют. И еще одно общее замечание по поводу финансовых инженеров я мог бы сделать, это то, что мы привыкли, то различие, которое есть между нашей экономикой и западной экономикой, то, как там учат и как у нас учат экономики. Мы привыкли к тому, что при изготовлении сложных устройств технических инженеры нужны. Новая появилась специальность у нас финансовая инженер. На самом деле это хорошо забытое старое. Мы привыкли к тому, что проектируя самолеты, изготавливая какие-то сложные военные устройства, мы обязательно их рассчитываем. Но мы абсолютно не привыкли делать это в экономике. Так вот, экономика по сложности тех процессов, которые в ней проистекают, она едва ли не сложнее технических устройств. И в них тем более надо рассчитывать все, прежде чем делать какие-то шаги. Из этого вытекает тот факт, что финансовые инженеры, работающие в разных областях, они разные. Какие они бывают? Финансовые инженеры, работающие в инвестиционной сфере, они занимаются изучением динамики стоимости акций, облигаций и других инструментов фондового рынка. Финансовые инженеры, работающие в банках, они занимаются в основном теми процессами, которые интересует банк, ну помимо инвестиций классических фондового рынка. Это могут быть кредитные риски, динамика накопления населения, которая определяет, в том числе индивидуальные кредитные риски. Финансовые инженеры, работающие в области государственных и муниципальных финансов, должны работать с теми рисками, которые присущи этим экономическим системам и так далее. То есть они бывают разные, и их разница определяется тем, в какой области экономики применяют они свои знания. Но все они делают одно. Они занимаются, прежде всего, описанием тех систем, на которые направлены их инженерные знания. И для этого применяют специфические математические методы, которые свойственны этим системам. Эти методы разные, поэтому инженеры разные. Безусловно, каждый из простых людей в обыденной жизни может быть финансовым инженером своего участия и должен быть финансовым инженером своего участия, делая вполне осмысленный выбор. Если обрисовать спектр этого выбора в контексте обсуждаемой темы финансовой инженерии, то спектр достаточно широк. Левая его точка – это я сам управляю своими деньгами и инвестициями, если у меня есть излишки этих денег. То есть покупаю акции, покупаю облигации. Но для того, чтобы управлять этими средствами, которые я вкладываю в фондовый рынок, я вообще говоря должен достаточно много знать. И тут тоже есть некий такой выбор, некая развилка, по тому, чем я могу пользоваться. Я могу пойти в достаточно большой набор, у нас есть уже структур, которые за относительно небольшие деньги якобы учат всем премудростям рынка. Выучить теханализ и инвестировать там свои 200 долларов в рынок Форекс, например, рынок валют. На наш взгляд это очень опасная тенденция, и этим заниматься не надо. Почему? Потому что в свое время наша компания занималась изучением большого количества технических индикаторов, это так называемый технический анализ, на них основан, который позволяет управлять рисками на фондовом рынке и на валютном рынке. И нами было показано, что технические индикаторы работают не очень хорошо. Вторую крайнюю точку в этом спектре выбора могут себе позволить только те люди, которые либо достаточно настойчивы в образовании, либо имеют соответствующую предысторию. Они могут, купив кое-какие программы, начать в них строить свои модели, либо вообще могут пользоваться программами для матмоделирования и строить свои модели. Но я думаю, что количество этих людей, их прослойка очень тонкая. Это если человек управляет своими деньгами сам, он сам кузнец своего счастья. Если человек понимает, что задача это непростая, ну вот если проводить аналогию с обычным инженером, я могу делать мебель сам, могу отдавать дело профессионалам, то лучше это отдать профессионалам. Проблема в том, как их выбрать. Но это уже вопрос, в общем, почти искусство, это не наука, тут помочь ничем нельзя. Выбирать желательно тех людей, которые все-таки занимаются не шаманством, на наш взгляд шаманством, когда смотрят какие-то технические индикаторы, а люди, которые все-таки применяют современные методы математики и финансовой инженерии для прогнозирования рынка, для оценки рисков сопряженных с динамикой рынка и для формирования правильной последовательности управленческих решений, которые позволяют достигать нужного результата. Существуют программы, которые являются широкодоступными. Те, кто интересуется этой проблематикой, я могу просто отрекомендовать посмотреть лучше западную часть сети интернет. И на сайтах очень уважаемой компании можно встретить бесплатные продукты, где предлагается наш оптимальный портфель. Это продукты либо бесплатные, либо условно бесплатные. Портфелем в инвестиционной области называется набор акций. И портфель характеризуется как минимум двумя атрибутами. Первый атрибут — это его доходность, которая меняется со временем. Второй атрибут — это его риск, который ему свойственен. И в портфельной теории еще известна такая сущность, как эффективная граница. Эта сущность введена для того, чтобы разделить плоскость риск-доходность на две области, в одной из которых не могут быть никаких сочетаний риска и доходности. То есть набор этих акций, которыми вы управляете, не может критеризоваться выше некой границы доходностью и риском. То есть это границы, делящие область риска и доходность на существующие портфели и несуществующие. Человек, который руководствуется, в частности, допустим, портфельной теорией, он должен определиться, где он. Тот портфель, который он сложил, каким риском и какой доходностью он характеризуется. Если этот человек идет в какую-то компанию и отдает деньги в управление профессионалам, то он должен тоже понимать, какую доходность и какой риск, в кавычках подчеркиваю это, гарантирует ему эта компания. Ну, скажем, среднее по времени доходность и риск, которые декларируются этой компанией и показаны в истории ее управления. Этот человек может выбрать других профессионалов, которые ему, исходя из классической теории морковица, сразу оговорили, что это теория, она далеко не всегда, чтобы сказать, что очень часто не работает. Могли нарисовать ему эффективную границу, увидев ту координату риска и доходности, которую ему предлагает компания обслуживающего, например, тот же там какой-то фунт поевой, куда он отнес свои денежки или готов отнести, или какая-то управляющая компания, или брокер, или сравнив точку, которую он сам сформировал в портфель, реализует доходность и риску, он может увидеть, что лучше, его портфель, портфель профессиональных управленцев относительно этой границы. И, пользуясь этой теорией, он может выбрать ту траекторию, то есть тот набор управляющих воздействия на портфель, который его устроит. Он может приблизиться к границе из той точки, в которой он находится в данный момент, увеличив доходность, не изменяя риск. Он может попытаться уменьшить риск, не изменяя доходности, либо выбрать какой-то промежуточный вариант. Но если говорить о том, есть ли инструменты для этого, инструменты для этого есть. Если вспоминать о том, что лучше делать самому, или отдать профессионалам, отдать лучше все-таки профессионалам. То есть тем людям, которые это знают не понаслышке, и не будут спрашивать дорогу к рынку. Я этот пример покажу для того, чтобы показать, что частенько бывает нонсенсы. Когда рассказывают о фондовом рынке, люди просят показать, где он находится. Вот чтобы этого не было, таких нелепостей, лучше идти, конечно, к профессионалам.